Привет, ребята! Меня зовут Кот Мяу, и сегодня я вам прочитаю интересную историю про кота в сапогах. Один старый мельник оставил сыновьям небогатое наследство. Старшему сыну досталась мельница, среднему – осёл, а младшему – кот. Опечалился младший сын. Ну, какой толк от кота? Сидит, голову повесил. А кот ему и говорит. Не грусти, хозяин! Достань мне сапоги и мешок, я тебе помогу! Ну, обул кот сапоги и отправился на реку. Наловил рыбы и отнёс во дворец. Король был большой, любитель вкусно поесть. Ваше Величество, это подарок от моего хозяина, маркиза Карабаса, – сказал кот. На следующий день кот принёс королю кролика, а ещё через день двух жирных куропаток. Какой этот маркиз Карабас щедрый и добрый человек, – подумал король, – надо с ним познакомиться. Сел король вместе со своей дочкой в карету и поехал в гости к маркизу Карабасу. Кот в сапогах прибежал к сыну Мельника. «Скоро ты будешь богатым и счастливым! – закричал кот. – Сейчас же снимай одежду и прыгай в речку!» Залез сын Мельника в реку, а кот побежал навстречу королю. «Спасите! Маркиз Карабас тонет! – Помогите! – кричал кот. Король приказал слугам вытащить маркиза Карабаса из воды. Он подарил сыну Мельника один из лучших своих нарядов. Оделся тот и оказался таким красавцем, что принцесса сразу же в него влюбилась». Поехала карета дальше, по полям и лугам, принадлежавшим великому людоеду. Кот бежал впереди кареты. По дороге всем косарям-дожнецам он приказал говорить, что это поля маркиза Карабаса. Подъехала карета к лугам. Король спросил, «Чьи это великие луга? – Маркиза Карабаса! – ответили косари. «Чьи эти хлебные поля? – спросил король. – Маркиза Карабаса! – ответили жнецы. «Какой богатый маркиз Карабас! – подумал король». А кот в сапогах тем временем добежал до огромного замка, где жил страшный людоед. Поздоровался с ним кот и спросил, «Правда ли, – говорят, – что вы умеете превращаться в самых разных зверей?» «Конечно! – заревел людоед и превратился в свирепого льва. В крупного зверя превратиться несложно, – сказал кот, – а, например, в мышку!» В тот же мгновение великан превратился в мышь. Хитрый кот накинулся на неё и разом проглотил. Королевская карета подъехала к замку. Кот встретил гостей и провёл в зал, где уже был накрыт роскошный стол. Людоед как раз собирался обедать. Король был доволен великолепным угощением. Ему очень понравился богатый маркиз Карабас. Через несколько дней сын Мельника и дочь короля сыграли свадьбу. Так ловкий и хитрый кот в сапогах помог своему хозяину. Ну что, ребята, вам понравилась история про кота? Мур-мяу! Очень хитрый и ловкий попался кот. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. У нас ещё будет очень много интересных сказок и рассказов. Мур-мяу! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Первый смысл! ПОК Редактор субтитров Н. interpretал Дж. Продолжение следует...